Привет, друзья! Вы находитесь на канале English Так Просто, и с вами Светлана Юнёва. Вы наверняка можете испытывать трудности, когда вас просят написать ваше имя, фамилию и отчество на английском языке. В настоящее время все туристы, которые оформляют документы для заграничной поездки, должны уметь писать свои персональные данные на английском языке. Давайте представим, что вас зовут Евгения, и вам нужно написать своё имя по-английски. Спросим у Яндекса, как это сделать, и он выдаст нам сразу несколько вариантов, например, такие, которые вы можете сейчас увидеть на экране. Либо Яндекс предложит нам английский эквивалент русского имени Евгения, который звучит как Eugenia. Что же нам делать? Какое из этих имён брать? Давайте разберёмся. Первое правило, которое вам нужно запомнить, когда вы пишете своё имя по-английски, это то, что русские имена не переводятся на английский язык. Поэтому не надо заменять имя Мария на Mary, Елена на Helen, а Пётр на Peter. Второе правило звучит так. Когда мы пишем наше имя по-английски, то пользуемся правилами транслитерации. Давайте разберёмся вначале, что же это такое, и прочитаем определение. Транслитерация – это точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак одной системы письма передаётся соответствующим знаком другой системы письма. Если вы не совсем поняли это определение, то посмотрите, например, вы видите предложение. Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. И ниже это же предложение написано латинскими буквами с использованием правил транслитерации. Поэтому, если, например, вас зовут Маргарита, не надо подбирать английский вариант этого имени. Не пишите Margaret, а просто запишите ваше имя латинскими буквами. Очень важно знать, что в 2019 году произошли изменения, регламентирующие процесс транслита. Сотрудники финансово-кредитных учреждений и некоторые государственные ведомства руководствуются специальной таблицей, в которой отражены все изменения. Давайте уже внимательно изучим эту таблицу. Слева мы видим русскую букву, правее какой латинской буквой или буквосочетанием она заменяется, далее изменения, которые произошли, и пример. По этой таблице мы видим, что русская буква А записывается английской буквой Эй. Буква Б заменяется на Би, В на Ви, Г на Джи, Д на Ди. Русские буквы Е, Ё заменяются английской буквой И. Буква Ж записывается как сочетание двух букв Зэд, Эйч. Зэ заменяется на Зэд, И и И краткое на букву Ай. К на К, Л, Л, М, М, Н, Н, О, О, П, П, Р, С, С, Т, Т, У, Ю, Ф, Ф. Буква Х заменяется буквами КЕЙ, Эйч. С, ТИ, ЭС, ЧЕ, СИ, ЭЙЧ, ША, ЭС, ЭЙЧ, ЩА, ЭС, ЭЙЧ, СИ, ЭЙЧ. Буква И пишется как Вай. Мягкий знак опускается. Твердый знак передается сочетанием Ай, И. Э передается буквой И, Ю, Ай, Ю и Я буквами Ай, ЭЙЧ. А теперь мы с вами обратим внимание именно на те изменения, которые произошли. Если раньше русскую букву Е записывали английскими буквами Y, И, то теперь она записывается английской буквой И. Посмотрите, как теперь пишется русское имя Елена. Буква И краткая раньше обозначалась как Вай, а теперь вместо нее мы пишем Ай. Обратите внимание, как теперь пишется имя Георгий в связи с новыми правилами. Буква С теперь передается не сочетанием ТС, а сочетанием ТС. Вот как мы бы написали фамилию Царев. А также по-другому пишется буква Ю, Я. Если раньше мы писали их с помощью сочетания Y, Ю, 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 ЭЙ, то теперь используется сочетание Айе, Ю, Айе, Эйе. Обратите внимание на имя Юлия, как оно писалось раньше и как будет писаться сейчас. А теперь на экране вы можете увидеть список самых распространенных женских имен и то, как правильно написать их по-английски. А теперь посмотрите на мужские имена. Немного сложнее дело обстоит с фамилией и отчеством, но вы также сможете их записать, руководствуясь таблицей, которую мы рассмотрели в начале. Посмотрите, как будет по-английски Александр Юрьевич Смирнов. Если вы все равно испытываете трудности при написании своего имени, фамилии или отчества, то можете воспользоваться специальными сайтами, которые делают автоматическую транслитерацию. Но будьте внимательны, некоторые сайты не учитывают последних изменений. Можете воспользоваться сайтом transliteration.pro. Ссылку на него я оставлю в описании. Здесь учтены все последние новые введения. Все, что вам необходимо сделать, это написать ваше имя, отчество и фамилию слева, а потом нажать на кнопку «Перевести». Ну что ж, друзья, я надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, то ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, и учите английский язык вместе со мной. До новых встреч!